Виды филателлистических коллекций подразделы коллекционирования знаков почтовой оплаты, определяемые поставленной целью и собираемым филателлистическим материалом. Филателлистические коллекции помещают в альбомы классеры и экспонируют на филателлистических выставках. Классификация филателлистических коллекций классифицируется по двум основным направлениям коллекционирования и систематизации. Традиционное тематическое коллекционирование. Согласно этой классификации коллекции могут сформироваться по нескольким более частным направлениям и соответственно бывают следующих видов. Пронологическая коллекция, генеральная коллекция, документальная коллекция, исследовательская коллекция, мотивная коллекция, коллекция по истории и почты, коллекция авиапочты, коллекция почтовых гашений, специализированная коллекция, тематическая коллекция, филаталистическая и среди традиционное тематическое направление коллекционирования принято не противопоставлять, а взаимно дополнять. Хронологическая коллекция, почтовые марки и другие филателлистические материалы располагаются в такой коллекции в порядке их выпусков обращения. В хронологическом порядке выпуска марок всех стран мира собирали свои коллекции филателлисты XIX века. Генеральная коллекция строится по хронологическому принципу и включает почтовые издания конкретной страны, группы стран или всего мира. В такой коллекции представлены основные выпуски почтовых марок, цельных вещей по какому-либо каталогу разновидности, как правило, отсутствует. Генеральная коллекция – наиболее распространенный вид филателлистических коллекций, начальная форма некоторых специализированных коллекций. Исторически, такие коллекции стали возникать при постепенном нарастании количества и разнообразии марок и других знаков почтовой платы. При этом становилось все более нереальным собрать все издаваемые в мире почтовые знаки. В поисках новых путей коллекционирования филателлисты стали отказываться от традиционной филателлии и переходить к генеральным коллекциям групп стран или отдельной страны. Документальная коллекция Со временем отдельные филателлисты стали расширять и детализировать генеральные коллекции отдельных стран. Так возникли специализированные исследовательские коллекции коллекции специальных объектов. Одним из таких видов филателлистической коллекции является документальная коллекция, построенная по определенному принципу и включающая различные почтовые материалы документальной филателлии. На многих филателлистических выставках к документальным коллекциям относятся также мотивные и целевые коллекции. Коллекции по истории почты. Исследовательская коллекция является видом филателлистической коллекции, в которой на основе почтовых изданий рассматриваются некоторые специальные вопросы, представляющие интерес для коллекционера, но не получившие необходимого отражения в филателлистических каталогах и литературе. Например, анализируются особенности полиграфического изготовления определенных марок или почтового обращения определенных выпусков по месту и времени их. Использование исследовательской коллекции самого различного характера в последнее время получает все более широкое распространение. На филателлистических выставках фрагменты таких коллекций обычно получают высокую оценку. Мотивная коллекция. Строится по хронологическому принципу и включает почтовые издания одной страны, группы стран или всего мира, отражающие определенный мотив, например, ордена, гербы, марка на марке, шахматы, паровозы, сказки и т.д. Выбранный мотив может содержаться в рисунке, тексте надписей, в поводе для выпуска или в других элементах издания. Иногда к мотивным коллекциям относят и некоторые целевые коллекции. Мотивная коллекция. Начальная форма многих тематических коллекций. Коллекция по истории почты. Представляет собой один из видов документальной коллекции, раскрывающей с помощью различных почтовых и непочтовых документов историю развития почты в данной местности, различных способов ее доставки или организации ее всевозможными ведомствами. На филаталистических выставках коллекции по истории почты демонстрируется в специальном классе. Некоторые из них также относятся к специализированным коллекциям. Коллекция авиапочты включает различные почтовые документы, знаки почтовой оплаты, штемпеля, почтовые отправления и другие материалы, связанные с организацией авиапочтовых перевозок. Могут включаться материалы одной страны или группы стран, почтовые отправления, доставленные на воздушных судах определенного вида или принадлежащих определенным авиакомпаниям, а также по выбранным авиапочтовым маршрутам, в том числе первыми полетами, спецрейсами. Коллекция авиапочты относится к специальной области филаталистического коллекционирования аэрофилателей. Коллекция почтовых гашений является специальным видом филаталистических коллекций, основными объектами которых являются оттиски почтовых штемпелей на почтовых отправлениях. В вырезках из оболочек этих отправлений, на отдельных знаках почтовые оплаты применявшихся в одной стране, группе стран или во всем мире, сюда же относятся оттиски штемпелей и спецгашения и гашения первого дня. В зависимости от принципа построения и отбираемого материала различают генеральные, документальные, мотивные, а также коллекции почтовых гашений авиапочты, автомобильной почты и ДР. Часто коллекции почтовых гашений относятся к специализированным коллекциям. Специализированная коллекция, специализированная коллекция, вид филаталистической коллекции, построенной по особым принципам и охватывающей относительно небольшую часть какой-либо области филаталистического коллекционирования, с ограниченным числом почтовых изданий. В такой коллекции соответствующий филаталистический материал должен быть представлен с максимальной полнотой. Сюда включаются пробы, проекты, образцы, основные выпуски, всевозможные разновидности, частичные и полные фальсификаты, полиграфический брак и другие аналогичные материалы, должны быть представлены обычные и особые случаи почтового применения исследуемых изданий. Специализированная коллекция часто является начальной формой многих исследовательских коллекций. Учебная коллекция – вид филаталистической коллекции, разъясняющий какие-либо филаталистические понятия. К примеру, коллекция на тему. Различные способы производства марок. Тематическая коллекция включает всевозможные филаталистические материалы и раскрывает с помощью этого материала определенную тему. Коллекция строится по разработанному тематическому плану. Объем разделов и подразделов должен соответствовать их значимости, а выбранный материал имеет непосредственное отношение к теме. Особое значение имеет оригинальность раскрытия темы через использование рисунков и текстов марок. Автор должен показать глубокие общие филаталистические знания. Тематический план представляет собой обязательную составную часть тематической коллекции, служит введением в коллекцию, располагается на отдельном листе, следующем после титульного, не должен превышать одного выставочного листа. Тематический план должен быть логически четким, стройным и последовательным, отражать содержание и членение экспоната. Для тематических экспонатов, отправляемых на международную выставку, тематический план рекомендуется написать на языке страны, где она проводится, или на французском.